Друзья, всем привет! Меня зовут Вита. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня несколько новых продуктов, которые я вам хочу показать, и вместе ими накрасимся. Большинством из этих продуктов я уже пользовалась, уже потестировала немножко, чтобы рассказать вам, как они в носке. На мне сегодня тон и консилер. Будем делать брови, давно не было бровей в студии. Карандаш от Huda Beauty. Никакие из этих продуктов не новые выпуски или запуски, но они новые для меня, поэтому я хочу вам о них рассказать. Карандаш для бровей от Huda Beauty. Он выкручивающийся, тоненький, оттенок 2, Neutral Blonde. Гель для бровей Boy Brow. Это продукт от Glossier. У меня он есть в цвете. Я взяла еще... Я также взяла прозрачный. Попробовать, посмотреть, понравится ли он мне. Румяна от Rose Ink. Уже вам показывала их и взяла себе еще один цвет. Он называется Delphine. Так вот он выглядит. Ими я еще не пользовалась, но я формулу знаю, поэтому сегодня буду комментировать цвет. Формулой я уже пользуюсь этой давно. Та же самая история с пудрой от Huda Beauty. Я себе нашла и отхватила оттенок Cherry Blossom Cake. Он розоватый и он продается только онлайн, по крайней мере, у нас. И он постоянно распродан. Я тебе достала. Я постоянно пользуюсь этой пудрой в оттенке Pound Cake. Он такой светлый. Так что сегодня проверим, нужна ли нам розовая пудра, или можно спокойно пользоваться светленькой обычной пудрой и ничего не менять. Покажу вам новую тушь. Это тушь от бренда Tower 28. И она называется Jet. Вот эта тушь гремит в TikTok и в Sephora в Америке. Я ее уже пользовалась. И сегодня я ей накрашусь и скажу вам свое мнение о ней. И два продукта для губ. Есть карандаш от Sephora в новом для меня оттенке. Формула эта у меня уже есть. Я ее люблю. И формула называется Rouge Gel Lip Liner. И цвет называется Dressed to the 90s. Тоже он постоянно был распродан. В каком-то я магазине случайно на него наткнулась. Такой красивый цвет. Я думаю, что мне понравится. И новый для меня бренд, и новый для меня продукт. Бренд называется Lolas. Продукт называется Forget the Filler. Это разглаживающий блед для губ с плантинг эффектом. Это миниатюрочка. Большинство из этих продуктов я взяла в прозрачное. Я взяла в наборе фавориты Sephora. Так вот он выглядит. Я давно хотела попробовать эту тушь. И также я знакома уже с румянами Rose Ink. Поэтому, когда я подсмотрела, что вот эти два продукта я точно хочу, цена у этого набора на минуточку 35 долларов, а наполнение у него на 110 долларов. Обожаю эти наборы. И плюс к этому еще какие-то продукты есть в этом наборе. Вот блеск был, помада еще есть. В общем, потихонечку я вам их все покажу. Начнем с карандаша от Huda Beauty. Я его нашла онлайн на сайте Sephora, когда просто ввела карандаши для бровей, потому что мне захотелось попробовать что-то новенькое. Вот так вот он выглядит. Удобная упаковка. С одной стороны щеточка. Щеточка жестковата, но дерет, конечно, брови она прилично. Я люблю прям мягенькие щеточки. Карандаш выкручивается, и он, ну, очень-очень-очень тонкий, поэтому сильно я его не выкручиваю, потому что если сильно выкрутить, он, конечно же, конечно же, ломается. Вот так вот он выглядит. Это самый тонкий продукт для бровей, который я когда-либо встречала и которым я когда-либо пользовалась. Естественно, стало интересно, нужно попробовать. Я начну заполнять брови. Карандаш твердоват, он тверже, чем мне хотелось бы, но я понимаю, почему, потому что если бы он был мягче, он бы вообще бы ломался бы сразу же мгновенно, а так он ломается только, когда его сильно много выкрутишь. Но за счет того, что его нельзя много выкрутить, приходится выкручивать по чуть-чуть, и за счет того, что он такой тоненький, я его выкручиваю, наверное, раза 3-4, чтобы накрасить брови, потому что он просто заканчивается. Я им заполняю брови, он тоненький, он маленький, он заканчивается, мне приходится его опять подкручивать. Я не знаю, сколько у меня продержится этот карандаш по времени, я думаю, что я его закончу скоро. Я сейчас заделаю брови и выкручу его, потому что он закручивается, не знаю, кстати, да, он закручивается, выкручу, посмотрю, сколько там осталось. Я им, наверное, пользовалась, может быть, раза три, вот этот вот четвертый раз. Свет у карандаша мне нравится, написано, что он нейтральный блондин, но он, наверное, больше холодный, чем нейтральный. Я сейчас попробую выкрутить карандаш и посмотрю, сколько осталось, я думаю, что немного, ну вот, смотри, 4 раза я им попользовалась всего, и вот сколько осталось карандаша. Да, если учесть, что я там 3-4 раза его подкручиваю, я думаю, что это мне еще на 3 раза и все. Это 4, неделя, неделя, карандаш на неделю. Я думаю, что этот карандаш подойдет тем, кому нужно прям пару шишков добавить на брови и все, потому что заполнять им всю бровь, не напастешься этих карандашей. Плюс щетка ужасная, щетка как ерш от туалета, в ней вот три щетинки, и они все толстые, и чтобы вычесать карандаш, чтобы как-то вот эти вот тоненькие линии выглядели нормально и растушеванно, приходится так и много проходиться по бровям. У меня сейчас брови просто отвалятся, мне кажется, у меня кожа офигела под бровями, пока я все это чешу, подчесываюсь, это просто, это нет. Поэтому я этот карандаш никому не советую, цвет хороший, но на этом и все. Я люблю тоненькие карандаши для бровей, поэтому я его взяла, но этот карандаш слишком тоненький, и грань была пройдена на этом моменте, я понимаю, что для меня самый идеальный карандаш по толщине, это карандаш от Patrick Taft, но он тоже быстро заканчивается, он у меня закончился, наверное, за месяц, но худо, закончится за неделю, если каждый день украсться брови, вот карандаш на неделю. Это что вообще? Я не понимаю, для кого это? Им хорошо, знаете, выстраивать форму, прям кончик выводить им классно, в принципе, да, можно пользоваться обычным карандашом для бровей, и если вы любите четкий кончик, я люблю кончик почетче, я, вот, можно им только выводить кончик, но зачем? Не знаю. В общем, карандаш мне не понравился, я его не советую, плюс я ненавижу, когда в карандашах, вот, щетка и карандаш, и есть колпачки, и они разной длины, потому что постоянно я, вот, колпачок не туда, значит, не тот колпачок я надеваю, и мне это так раздражает. Я считаю, что в таких случаях колпачки должны быть одинаковые. Одинаковые колпачки, чтобы любой колпачок подошел к любому концу. Прооралось и хватит, а может, не хватит, сейчас посмотрим. Глосье гель для бровей в следующем идет. Я взяла его, потому что у меня есть цветной гель для бровей от Глосье, и он мне очень нравится, но сразу же, когда я его открыла, я подвесилась, потому что, а зачем смотреть в магазине на то, что ты берешь? Зачем? Я его, по-моему, кстати, заказывала онлайн, но это я начинаю уже себе объяснять, почему я ступила и взяла себе гель, который мне не нравится, причем не нравится, и вот я его как открыла, так и поняла, что ну нет, зачем? Где были глаза? Куда смотрели глаза? Нет, руки загребущие, все, загребли в корзину на скидках, и теперь такая, зачем? Я люблю прозрачные гели для бровей, но только, когда они прям прозрачные, а не белые, потому что любой гель для бровей вот с белым налетом, хоть они и говорят вам, что он высыхает прозрачно, это все неправда, это все ложь, наглая ложь, я вижу белесый налет, перхоти на бровях, особенно, особенно, вот на вот этих вот волосках, при определенном свете прям седые брови. Спасибо, конечно, гель, что напомнил мне о моем возрасте, но можно было бы и без этого. Какой-то не гель, а токсик, токсичный гель. Ту мать, да ты сара! Ой! А когда говорят, нужно наносить меньше и вычесывать. Как его вычесывать, если уже есть карандаш для бровей? А если его первым нанести и потом наносить карандаш, то как бы на уложенные гели, железобетонный карандаш не очень-то наносится, поэтому, нет, уж извините. Это ладно, хорошо, что у меня еще сами по себе брови не темные, а вот на темных бровях это же вообще будет выглядеть, ну, жесткочем. Дерматитные брови. Кому надо? Кому надо дерматитные брови? Берем. Спасибо, не надо, и так вы и свои есть. Ой, короче. Его спасает только то, что у меня, я сделала себе сама ламинирование бровей, подламинировала чуть-чуть, и чтобы у меня концы хоть как-то поадекватнее были, но нет, это, конечно, мало чем помогло. Мои концы вообще, ну, ничто не берет. Когда я делаю ламинирование профессиональное, то, конечно, они справляются с этим, но вот сама дома, может быть, нужно подольше держать, но я все дольше держу и дольше, и дольше, а результат все тот же. Мне кажется, что домашнее ламинирование для бровей, по крайней мере, в США так точно, оно, там процент химикатов меньше, и за счет этого не так хорошо все работает. У меня просто брови очень жесткие. Вот, я начинаю его подвычесывать, и он, и в карандаше сразу появляются дырки, все, как я люблю. Но я обязательно его подвычесываю, потому что иначе, да, иначе перхоть и ний. Добавлю карандаш, как раз он закончится у меня. Ну вот, и теперь этот карандаш на этот гель не наносится. Ходить теперь. Тут перхоть, тут дыра. Всем привет, это я ваш визажист. С перхотью и с дырой. Этот гель, кстати, неплохо держит, но я думаю, что он подойдет тем, кто не пользуется никакими продуктами для бровей, а только прозрачным гелем. Есть такие счастливицы, у которых красивые стаболиные брови, и вот их гелем почесал и пошел. Но главное его вычесать. И необычно, кстати, девушки с такими бровями, у них брови темные, поэтому, не знаю. Короче, гели тоже нет. Выбез, продава, подержается. Румяна следующая. Я, когда увидела этот набор, сразу же побежала тестировать румяна, чтобы был нормальный цвет. И мне цвет понравился на руке, поэтому давайте его нанесем на щечки. Он такой абрикосовый, но вроде он не слишком темный, поэтому у меня таких, кстати, кремовых румян в таком цвете нет. У меня есть несколько персиковых оттенков, но в основном у меня все какая-то розовая мутня, поэтому это мне показалось, что сама бы я такой цвет не взяла, но в наборе за хорошую цену почему бы не взять, особенно сейчас, я думаю, на лето, чтобы вообще прям к бронзеру. Эти румяна деликатнейшие, а я их наслаиваю, потому что мне нужно, чтобы было много румян, иначе душа моя неспокойна. Плюс на мне румяна пропадают в течение дня, поэтому с утра я выхожу матроной, а к вечеру возвращаюсь без румян вообще практически, это нормальная ситуация. У меня есть эти румяна в оттенке камелия, я ими активно пользуюсь. Вот так выглядит оттенок, и вот они в сравнении. Я сейчас вам их просвочу. Если вдруг у вас есть эти оттенки, чтобы посмотреть на разницу. Ой, знаете, их же еще можно смешать, потому что формула-то кремовая. Смотрите, я их сейчас вот смешала, и вообще будет классный оттенок. Вот этот вот, сейчас я отдельно розовый добавлю. Вот, смотрите, вот это вот камелия, вот это вот оттенок сегодняшний дельфин, а вот это вот два оттенки смешанные вместе. Кстати, очень красиво, очень красиво. Нужно будет как-нибудь вот накрасить вот этим оттенком, а вот этот можно прямо на яблочке добавить, для свежести будет красиво. Но сегодня я этого делать не буду, просто потому, чтобы видно было чистейший цвет. И думаю, что эти румяна классно будет и на глаза добавить, но я таким делом не занимаюсь, потому что, конечно, для видео это классно, но это ни черта не держится на моих глазах, ни на базе, ни на чем, поэтому вот такие вот кремовые продукты, которые не фиксируются, для меня добавлять на глаза, это вообще мертвый номер, потому что вниз посмотрел, вверх посмотрел, там уже складочка за секунду образовалась. Это только если хочется выбеситься. Вот если скучно стало, и ты такой, что-то скучно, хочется поскандалить, вот накрасил, значит, такие румяна на глаза, и ходишь, и бесишься на них весь день. Вот так вот потом смываешь, и вот и поразвлекались. Я сейчас добавлю пудру от Huda Beauty, пахнет она арабским шейхом, так же, как и другая. Давайте я вам покажу Pound Cake. Ну, кстати, вот у Pound Cake, мне кажется, запах подвыветрился за все то время. Вот она разница. Если у вас под глазами есть зеленца, есть желтизна, то эта пудра должна хорошо скорректировать все эти тени под глазами, и чтобы глазки выглядели скретленькими. Я сейчас сделаю бейкинг, я эту пудру нанесу на спонж и под глаз. Еще бы видеть, что я тут делаю. Ну, желательно бы, конечно, конечно. Так, пока я говорила, у меня все опять скаталось под глазами. История моей жизни. Вообще, эту форму я под глазами наносить не очень люблю, если честно, потому что она может тушить. Вот, вочи, вот эта вот розовая пудра Cherry Blossom, вот эта пудра Pound Cake. Смотрите, как она у тебя светляет. И она, конечно, добавляет розовинки всей комплекции лица, всему тону лица. Поэтому, если у вас кожа с желтым под тоном, я не уверена, что вам подойдет эта пудра. И я не знаю, насколько она подойдет вообще загорелым лицам, потому что она может в серость, наверное, уходить на загорелых лицах. Не знаю. Но, в общем, нужно смотреть и пробовать. Я сейчас добавлю бронзер на периферию лица и на складку глаза и под глазом, чтобы вернуть ту тень, которую мы сцерли. И это у меня оттенок 01 Hermès. И накрашу ресницы тушью. Я в восторге от этой туши. Сейчас вы все увидите. Во-первых, она дает много объема и разделяет ресницы. Посмотрите на щеточку. Она закругленная, такой дугой, поэтому она будет подзавивать ресницы. Мне вообще все равно на завитие, потому что я в любом случае ресницы кручу керлером. И эта тушь не размазывается по жаре на жирных веках. Она, я так поняла, снимается чулочками, но об этом нигде не сказано, потому что написано, что она просто хорошо подходит для глаз, которые чувствительные. То есть если у вас слезятся глаза, у вас тушь это будет держаться. Обычно такие туши не дают объема. И обычно объемные туши, которые дают много объема, размазываются. Вот моя любимая Макстаг. А если брать водостойкую версию Макстаг, то потом и каждый вечер снимать водостойкую тушь глаз. Неважно, каким я там маслом, бальзамом не пользуюсь. У меня все равно одна-две реснички подвыпадет. Нет, спасибо. Нет, спасибо. Каждый день водостойкой тушью я не хочу пользоваться. Поэтому сейчас я пользуюсь вот этой вот тушью. Вообще, это один из бестселлеров Сифори. И по-моему, у него тоже, у этой туши есть премия Алюр. Я обращаю внимание на эти премии. Я уже, по-моему, как-то говорила в одном из видео, потому что они действительно имеют значение. Это значит, что продукт популярный. Ни разу я не видела в Сифори продукт с вот этим значком Алюр, который бы не вирусился и который бы не был фаворитом продаж. Осталось сделать губы. Карандаш от Сифора. У меня оттенок Dress to the Ninties. Он стойкий, гелевый, мягкий и у него влажный финиш. Я им подзаштриховала губы и нанесу блеск новый от Lola's. Forget the filler. Забудьте о филлере. Главное, чтобы он мне не жёг. Я люблю пламперы, но не агрессивные. Не чтобы прям губы отваливались. Пахнет сладко. Так, пошло небольшое покалывание, но пока что это комфортное покалывание. Буду вас держать в курсе развития событий. Я вам сейчас покажу два других карандаша от Сифоры для губ, которые у меня уже есть, чтобы показать вам разницу в цветах. Dress to the Ninties. Конечно, когда вот я на руку его крашу, то видно, что он такой какой-то коричневатый серый, но на губах вообще такое не читается. На губах он становится розовым. И вообще эффекта 90-х я, по крайней мере, не вижу. Вы видите, я? Нет, я вижу просто тон своих губ, максимально нюдовый карандаш в тон своих губ. Следующий карандаш – это оттенок Sink or Suede. Вот так вот он выглядит. Он должен быть похолоднее, да. Он похолоднее, похолоднее, порозовее. И также у меня есть карандаш, который называется The Nudest 01. Вот так вот он выглядит. Он еще светлее и еще холоднее. Мне все три оттенка нравятся. Я пользуюсь этими карандашами, вот особенно двумя, которые у меня уже есть постоянно. Единственный момент, который мне не очень нравится, это то, что они выкручивающиеся и что они не точатся. Вот эти вот точилки, они бесполезные как бы для вида. Я никогда не точу гелевые карандаши такими точилками, потому что получается размазня. И все равно через 2 секунды опять нужно точить. То есть это прям для людей какого-то level 80, у которых Дэн, у меня не хватает на это терпения. И я не вижу в этом смысла. Но карандаш классный. Влажноватый финиш, хороший цвет. Я думаю, что я на этом остановлюсь. Я, кстати, может быть в этих карандашах, хотя нет, яркие оттенки я не хочу брать, потому что я выбешу, если их не подточить. Потому что с нюдовыми оттенками, даже если уголок прям не совсем как-то идеально выведен, можно кисточкой что-то там подчерстить, можно просто как бы забить и забыть. А с яркими карандашами я буду выбешиваться. Но вот эти 3 оттенка у меня есть. И, скорее всего, я больше брать не буду, потому что, по моему мнению, это самые 3 классные нюдовых оттенка в коллекции Сипоры карандашей для губ. Вот так выглядит мое лицо после всех продуктов, которые я на себя сегодня намазала. Давайте пройдемся по ним всем, и я вам расскажу свое финальное мнение. Коротко, потому что я уже прокомментировала большинство из этих формул. Карандаш от Huda Beauty – это нет. Щеткой выколоть глаз, получить раздражение кожи, карандашом просто выбеситься, потому что он ломается, и половину времени, пока вы красите брови, вы просто подкручиваете его чуток. Два мазка сделали, еще подкрутили, два мазка – это нет. Это вообще нет, я не знаю, кому это может подойти. Положительный момент – этот цвет классный, но этот его вообще не стоит. Гель для бровей, он нормальный, но повторять его не буду, так как я больше люблю прозрачные гели для бровей. Вот я его, конечно, хорошенечко подвычисала. Подкрутиться, вот белесости не видно, белесости вроде как не видно, но он снял карандаш, и нет, это тоже нет, я им дамажусь, я им дамажусь, но покупать больше не буду. Если вы хотите бедли бровей от властье, берите в цвете, в цвете он прям шикарный, шикарный, обожаю. Румяна от Rose Ink в оттенке дельфин, обожаю эту формулу, очень классная, хорошо тушуется, деликатная, красиво смотрится, влажноватый у нее финиш, и цвет красивый, мне цвет понравился, у меня такого нету, и мешать его с розовеньким цветом, который у меня уже есть, будет вообще шикарно, в общем, я рада, потому что я переживала, что он будет оранжевым на мне, но вообще, вообще нет, красиво, мне он понравился, если вы любите такие цвета в румянах, то смело берите. Пудра от Huda Beauty в оттенке Cherry Blot. Мне кажется, что она подойдет только прям светленьким девочкам, из-за того, какая она розовая, она хорошо корректирует круги под глазами, но она подсушивает, эмонтирует, хорошо разглаживает, я ей буду с удовольствием пользоваться, но каждый день, конечно, под глаза я ее не буду наносить, иначе у меня кожа под глазами отвалится, вместе с глазами, скорее всего, и поэтому я буду ее только носить, но на какие-то важные мероприятия, может, нет, когда нужно вот прям идеально вымелить, чтобы под глазами все было красиво, ну, там раз в неделю, раз в месяц можно ее намазать. Нужна ли она вам прям обязательно, что прям побежал, и пятки тверкают, я не знаю, я не знаю, мне кажется, что все-таки нет, особенно если вы не любите матирующие пудры под глазами, она абсолютно не подойдет для лифтных макияжа, по моему мнению, потому что я чувствую ее под глазами, как там потихонечку все скукоживается, что это? А для того, чтобы наносить ее вот сюда, вот в центр лица, для пор как бы мне хватает и моей светлой пудры, поэтому я как бы и понимаю ажиотаж вокруг нее, и не понимаю, я не могу вас раскусить, не надо меня кусать. Тушь классная, шикарная, сногсшибательная, если вы ищете хорошую, классную тушь, которую дает объем, который разделяет, которую можно наслаивать до потери пульса, потому что я люблю наслаивать. Смотрите, какой классный эффект, я наслоила, но если провести один-два раза тушью по ресницам, то будут красивые, длинные ресницы, разделенные, я знаю, что некоторые люди предпочитают такой эффект, это не я, но поэтому эта тушь универсальная, я понимаю, почему так она популярна, и почему так многие от нее восторги, потому что она подходит всем, ну реально всем. Карандаш для губ от Sephora классный, если вы по моей рекомендации или без моей рекомендации любите карандаши Sephora, подбрали их, пробовали их, вам понравилось, я думаю, что вам понравится этот цвет, ну смотрите, что еще сказать, красивый цвет на каждый день, не сильно светлый, не сильно темный, прям в цвет губ, отлично, я считаю, и блеск для губ от Lolas, он продолжает мне подкалывать губы, и я жду, когда это прекратится, потому что хоть и подкалывание не агрессивное, но оно продолжительное, и меня это начинает подбешивать, если честно, я поэтому люблю пламперы от MAC Power Glass, потому что они как бы подкололи вам чуть-чуть губки, и через минуту все прошло, а тут шарманка не перестает играть, играй шарманка, но формула мне понравилась, он не лимфий, он в полоску не собирается, он хорошо сидит на губах, в общем, я им допользуюсь, но брать я больше его не буду, я вообще блески не беру давно уже, потому что у меня их куча, и я ими не так часто и пользуюсь, на самом деле, поэтому как бы нормальный блеск, но нужен он вам, не нужен, я думаю, что, наверное, если вы ищете классный плампер, возьмите лучший от MAC, Power Glass. Так, я все прокомментировала, ну, вроде бы все, надеюсь, что все, вот такое вот сегодня видео получилось, и вот такой получился макияж, скажите, как вам макияж, продукты, прокомментируйте, давайте обсудим это все в комментариях, и спасибо, что вы были со мной, всем пока-пока, и до скорых встреч!